Некачественным продуктам стало еще сложнее попасть на белорусские прилавки. С начала лета количество товаров, недопущенных на рынок страны, увеличилось в полтора раза. Это связано со вступлением в силу указа президента о надзоре за безопасностью и качеством продукции. В результате у многих госструктур значительно расширились полномочия. Появилась возможность не только запрещать ввоз, но и изымать партии некачественного товара. Также в последнее время особое внимание, в частности правоохранителей, привлекает торговля контрафактным алкоголем. Алексей Мартиненок продолжит эту тему. 22 миллиарда рублей. Такую сумму недополучили импортеры на белорусский рынок с начала этого года. Товары, не отвечающие техрегламентам Таможенного союза и ЕАЭС, просто не пустили в страну. Указ развязал руки контролерам и теперь борьба за качество на прилавке вышла на новую высоту. Только Министерство торговли за несколько месяцев этого года приостановило работу около полутысячи объектов. Подавляющее большинство из них после устранения недочетов снова было открыто. Указ нам дал возможности работать более эффективно, запрещать более большие партии продукции, которые у нас обращаются в Республике Беларусь, с нарушением требований технических регламентов Таможенного союза. Отдельного внимания удостоился суррогатный алкоголь, который стал головной болью не только для постоянных покупателей. Партии контрафакта изымаются едва ли не каждый день. В большинстве случаев этот товар завозится из России и доезжает даже до Гродно. Безработный мужчина хранил в гараже около 200 бутылок безакцизного крепкого спиртного, которое вряд ли бы попало на прилавке, скорее напрямую в руки покупателя. Вся возимая продукция является контрафактной, в связи с чем ее употребление может пагубно отразиться на здоровье. Здоровье многих клиентов виноводочных отделов заметно пошатнулось после введения запрета на ночную торговлю спиртным. Любители крепких напитков под лозунгом «Кто ищет, тот найдет» в большинстве своем так и продолжали употреблять продукт. Но все чаще по утру за лечением начали обращаться не в знакомый отдел магазина, а к врачам. Мы в каждый, можно сказать, микрофон кричим в полный голос о том, что это фальсификаты. На территории Российской Федерации официальных производств с такими брендами, как белая береза и царская охота, нет в природе. Поэтому если кто-то покупает такую бутылку, то он должен знать, что она, скорее всего, разлита где-то в подвальном помещении. По данным МВД, нелегалы перетянули на себя не менее 10% рынка соотношения. Цена-качество превратилось в неприличную пропорцию. Белая береза стала серьезной проверкой для почек белорусов. Такую бутылку в России можно купить меньше, чем за доллар. Пострадали люди и от царской охоты. Особенности нездорового экспорта в Синеокую не могли не заинтересовать правоохранителей. В текущем году возбуждено три таких уголовных дела, связанные с каналами поставки и реализацией устойчивыми группами этой продукции. Закупка на приграничном подпольном производстве за бесценок – слишком заманчивое предложение. В Бобруйске был остановлен автомобиль почти с 700 литрами безакцизного спиртного. Водитель и не отрицал, что приобрел все это в России. По легенде, для собственных нужд. Возникает вопрос, зачем нужен такой результат. В течение 2015 года 19 человек на территории Могилевской области умерло от отравлений суррогатами алкоголя. Из них только пять на территории Бобруйска и четыре в Бобруйском районе. Алексей Мартиненок, Ирина Недобоева, Юрий Корнелович, телекомпания СТВ.